Геннадий Труханов может оказаться за решеткой. Оправдательный приговор в деле о покупке здания завода «Крэян» отменен апелляционной коллегией. Процесс начнется заново в первой инстанции. Теперь это будет Высший антикоррупционный суд. Решение по делу группы обвиняемых во главе с Геннадием Трухановым вынесла апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины. Судебная коллегия удовлетворила ходатайство государственного обвинителя, прокурора, специализированной антикоррупционной прокуратуры, об отмене первоначального приговора. Обвиняемыми по делу «Крэяна» вместе с городским головой проходят его заместитель Павел Вугельман, бывший председатель постоянной комиссии Горсовета по коммунальной собственности Василий Шкребай, также бывший директор муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектр и его заместитель Владимир Родионов, директор компании продавца здания «Девелопмент элит» Петр Загадиренко, директор компании «Велтонгрупп» Игорь Кравченко и директор предприятия «Брокбизнес консалт» Галина Богданова, проводившая оценку покупки. Недавно ее дело выделили в отдельное производство. Здание бывшего завода «Крэян» продали городу за 185 миллионов гривен. Как считает сторона обвинения, это в 11 раз дороже реальной стоимости. За время процесса в Малиновском районном суде сумма растраты сократилась наполовину. В июле 2019 года Одесский суд вынес приговор. Суд ухвалил Труханова Геннадия Елена Нидоровича признать невиноватым в учреждении криминального правопорушения, предположенного частью 5 статьи 191 Криминального кодекса Украины, и выравдать его на основе пункта 3 частины 1 статьи 373 Криминального кодекса Украины в связи с недоверенностью, что в деянии обвинения есть склад криминального правопорушения. На том же основании были оправданы все обвиняемые. Специализированная антикоррупционная прокуратура сразу же обжаловала приговор. Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда рассматривала дело почти полтора года. Апелляционные скарги прокуроров специализованной антикоррупционной прокуратуры задовольнены. Вырав Малиновского районного суду города Одессы от 4.07.2019 года в криминальном проведении номер 52.06.90.411. В 2.11.2016 года обвинения Труханова, Вугельмана, Шкрабая, Спектора, Радюганова, Кравченка, Загодіренка та ухвалу Малиновского районного суду міста Одессы от 6.08.2019 года про закрытие проведения щодо юридичной особи Товариства Девелопмента лид скасувати призначити новый развитие криминального проведения в высшем антикоррупционном суде. Дата начала повторного процесса высшим антикоррупционным судом еще не определено. Субтитры создавал DimaTorzok